И тропическая Ирмина не даёт покоя США. Этот шторм бушует в Америке. Жертвами стали уже несколько человек. Власти шести штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. Самый сильный удар стихии пришёлся на западное побережье Флориды. Ураганный ветер переворачивал машины, валил деревья и рекламные щиты. Без света остались почти 300 тысяч домов. Несколько районов оказались затоплены. Из зоны бедствия эвакуировали почти 50 тысяч человек. К ликвидации последствий привлекли и силы Национальной гвардии. Власти подсчитывают ущерб. Сейчас он уже составляет почти миллиард долларов. В оценке Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре Ирмины достигала 130 км в час. И это ещё не предел. По оценкам синоптиков, полную силу ураган наберёт лишь к понедельнику. Сейчас все силы брошены на уборку улиц от повальных деревьев и восстановление энергоснабжения. Ситуация очень сложная. Рук не хватает. Сейчас мы делаем всё, что от нас зависит. Но на полное устранение последствий урагана потребуется несколько дней. Мы просим жителей отнестись с пониманием, соблюдать осторожность. Вот так, такое нежное имя Эрмина для стихии, принёсшей столько бед. По какому принципу ураганы получают свои имена? На каждый год составляется свой список в алфавитном порядке. Чтобы понимать, какую по счёту шторм в регионе. Для атлантических, тропических ураганов в этом году список выглядит так. Алекс, Бонни, Колин пишется всё это через Си. Нынешняя Эрмина начинается с H. И это значит, что ураган восьмой по счёту в этом году. Вот такая арифметика или урок английского алфавита. Если ураган приносит мощные разрушения или приводит к массовым жертвам, его имя навсегда пропадает из списка и больше не используется. Например, имя Катрина. Он стал самым разрушительным в истории США. А также одним из пяти самых смертоносных из когда-либо зарегистрированных. Более 80% территории Нового Орлеана было затоплено. Ураган случился в 2005-м на восточном побережье США. Несмотря на метеосводки, люди просто не успели подготовиться к бедствию. Ущерб составил 80 миллиардов долларов. Ураган унёс 2000 жизней. 705 до сих пор считаются пропавшими без вести. Ещё около полумиллиона остались без крова. Стихийным бедствием воспользовались мародёры. Полиция оказалась практически бессильной перед бандами, которые грабили брошенные дома. Ураган, который получил имя Мич, прошёл по Атлантическому бассейну в октябре 1998-го. Метеорологи присвоили ему самую высокую, пятую категорию. Порыв ветра тогда достиг 320 километров в час. Ураган затронул территорию Никарагуа, Гондураса и Слевадора. Он полностью опустошил их и унёс жизни 20 тысяч человек. Большинство людей погибли от селевых потоков и волн приливных. Высота их была почти 8 метров. Более миллиона человек остались без жилья. Иоланда. Ещё одна нежданная гостья ноября 2013-го. Супер-тайфун с ветром в 315 километров в час. Волны высотой до 5 метров обрушились на Филиппины. 8 тысяч погибших и пропавших без вести. По данным ООН, от тайфуна пострадало 11 миллионов человек. В основном это жители Вьетнама и тех же самых Филиппин. Вот к вашему вниманию старичок Бхола. Он приходил в гости в ещё 70-х. Тайфун обрушился на прибрежные районы Восточного Пакистана. Сейчас это Народная Республика Бангладеш. По разным данным погибли от 300 до 500 тысяч человек. Если источники, которые называют цифру в миллион, не врут, то можно сравнить его и с предыдущими Катринами. Волна высотой 8 метров, настоящая стена, прошлась над цепью густонаселённых островов и дельтой Ганга, снося мосты, разрушая магистрали и стирая с лица земли целые посёлки.